Девушки отдыхают Но шумели, навлекли череду проверок, и в Бийске началась уборка несанкционированных свалок. Прошло больше месяца, и мы снова отправляемся в рейд. Знакомые улицы, знакомые несанкционированные свалки, увы, ставшие чем-то привычным. Говорят так, жители Петербурга перестают обращать внимание на дворцы, мосты и набережные. Видимо, также бейчане привыкают к кучкам мусора рядом с мусорными контейнерами. Правда, некие перемены все же произошли. Вот она, нашумевшая на весь Алтайский край свалка в районе Октября – Заречье. Сегодня перемена очевидна. Вместо пестрых – куча всевозможного мусора, стройные ряды гаражей. Скорость, с которой они здесь появились, восхищают. Как говорится, святое место пустое не бывает. Конечно, лучше, чем свалка, но почему-то думается, что здесь логичнее было бы создать скверик для отдыха зареченцев. А вот на Шадре на перемен никаких, разве что куча мусора чуть отодвинулась от контейнеров. Правда, меньше от этого не стало. Напротив, подросла. Вот уже больше месяца в нашем городе работает комиссия, в которую вошли депутаты, представители управляющих компаний, ТСЖ, разумеется, регионального оператора и управления ЖКХ. Что решили? Чего ждать горожанам? Там, где, допустим, площадка по накоплению ТКО находится на смежных территориях, где несколько компаний, надо же им между собой договориться, кто будет какую сумму платить за то, за это и за это. Мы попросили администрацию, рабочая группа, рекомендовали, скажем так, посчитать количество контейнеров, которые необходимы для каждого дома, и чтобы это количество соответствовало тому количеству, которое находится на площадке сбора ТКО. То есть сейчас эта работа ведется. Сегодня на сайте регионального оператора в открытом доступе размещена схема расположения точек тарного сбора мусора. И каждый бичанин может увидеть, где расположена ближайшая к нему мусорная площадка. Но больше всего, как и прежде, вопросов о сборе ТКО в частном секторе. Как избавляться от заполненных пакетов и мешков, если не успеваешь по бестарному графику? И вот, наконец-то, проработаны и переданы в Роспотребнадзор предложения о строительстве в частном секторе стационарных площадок. Эти места сбора, так называемые планированные места сбора, разрабатывали наши специалисты на предмет того, что можно было подъехать в мусоровоз, либо развернуться, либо проехать насквозь улицу. Потому что есть определенные требования к мусоровозам, что там где-то задом сдавать и тому подобное. Только с этим учетом ни Роспотребнадзора не рассматривались нормы, ни пожелания жителей, это пока ничего не учитывалось. То есть то, что предложили мы, наше видение, где можно технически поставить площадки. Для уборки, чтобы было удобно технике подъезжать и убирать. Планируется, что в ближайшее время в частном секторе Бейска будут созданы экспериментальные площадки. Мы уже говорили об этом, но теперь стало известно, где конкретно такие площадки появятся. На улице Горького. Потому что там лес, детская школа, там дюшца, там находится рядом, больница там находится. В принципе, и то, что это центральная улица, как вы сказали, магистральная, туда едут туристы, город Белокуриха, и чтобы оттуда начать, чтобы посмотреть, как это будет. И там позволяют те же требования Роспотребнадзора, там позволяют, потому что там широкие улицы. Мы будем ждать ответ от Роспотребнадзора, чтобы мы понимали, где мы можем организовать заречья, каким образом, что и как. Может быть, там найдутся добровольные помощники, которые свои контейнера поставят на площадку и образуют общую площадку по сбору мусора. Я думаю, если это все делать оперативно, их в течение месяца можно установить. Но их надо вначале определить места, места планированных в сборах, утвердить через Роспотребнадзор. Что ж, кластеры бывают разные. Туристические, экономические, в Бийске будет мусорный. Контейнеры для эксперимента уже изготавливаются. Кроме стандартных баков по 0,75 куба здесь будут устанавливаться и более объемные контейнеры для крупногабаритного мусора. По предварительным расчетам, стоимость бетонной подушки и ограждения площадок может варьироваться от 10 до 20 тысяч. Тендер на изготовление следующей партии мусорных контейнеров будет объявлен уже в августе. Встреча и проверки совещания. Кажется, что кроме головной боли мусорная реформа ничего бичанам так и не дала. Но о некоторых ее нюансах большинство горожан, выбрасывающих ежедневно мусор, вряд ли задумывается. На сегодняшний день все потоки у нас идут на полигон городской. Раньше было много операторов. И когда были цены, на сегодняшний день, повторюсь, бизнес стал прозрачный. То есть весь поток идет мусора централизованно на городской полигон. Плюс мы регулируемся управлением по тарифам. А вот до этого, так скажем, который был бизнес в тени, там непонятно было, кто куда вез, по каким деньгам и, так скажем, то в лес, то в овраг. А на сегодняшний день это все прозрачно. Плюс у нас организованы новые места. Наши предприятия каждый месяц платят в налоге отчисления. То есть вся белая зарплата. Я только вижу этого плюс. Плюс я говорю, весь мусор везется на полигон. И один оператор отвечает за все. Далее в выпуске. Подробности мусорных тайн и экспериментов и какую роковую роль в жизни частного сектора Бийска может сыграть ЗАЛАР. Планы, планы, планы. Но действительность остается далеко не радужной. Пока выстраивались планы по систематизации сбора ТКО в частном секторе в районе, МКД произошло происшествие в стиле Ильфа и Петрова. Правда, в отличие от классиков жанра, от въезда в Бийский двор исчезли не ворота, а мусорные баки. Сразу три. Причем один из них был без дна. Но неизвестные, не побрезговав, неделю назад умыкнули и его. Часто мусор выбрасываете? Нет. Я в две недели раз живу одна. И выбрасываю. Ну, когда сготовлю, когда не сготовлю. Понимаете? Мне уже 82 будет в декабре. А когда узнали, что баки-то украли? Вот вчера. Вчера пришла, с того дома ходит девчонка и говорит, баба, мусорных ящиков нет. Я говорю, как нет? Я говорю, может быть, увезли эти. Она говорит, не знаю, там все понавалено, а ящиков нет. А сколько было мусорных баков? Три бака было мусорных. После обеда приехали, вторым рейсом собираем. Мы приехали, обнаружили, что их нет. Тут мусор уже наваленный. Подумали, что контора забрала в ремонт. А оказалось, что их украли отсюда. След был грузовой машины тут. Ну, не нашей. Протектор другой машины. У нас резина другая совсем. А там вообще другая резина была. Машина грузовик, какой-то КАМАЗ, может, такой же, потому что их так руками не загрузить. Видать, что тоже так же их как-то забрали отсюда. Кто увез, неизвестно, когда вернут, тоже. Завесу тайны исчезновения баков с мусорной площадки по адресу Трофимова, 135, за неделю приподнять так и не удалось. Тем временем сама площадка поддерживается в чистоте. Правда, контейнеров на ней по-прежнему нет. Сегодня закружили. Восемь баков, да? Восемь баков. А еще сюда приезжали дальше? До этого в воскресенье убиралось и в пятницу. И в пятницу там убиралось, да? Итого за четыре дня 24 куба ТКО. Осиротевшие без баков площадку работники регионального оператора продолжают убирать по тому же графику, что и вывозили до пропажи контейнеров. Два раза в день. Только кроме водителей сюда теперь приезжают и рабочие, которые собирают мусор вручную. Мы по своей инициативе как бы все это убирали. Нету баков, то есть жители привыкли как сюда валить, так и валят. Мы приехали, сами убрали. Сразу после исчезновения баков администрация организовала внутреннее расследование, обещала изыскать резервы и оборудовать злощадную площадку. Правда, с оговоркой. Ситуация форс-мажорная. Согласно действующему закону, собственники жилья, как мусорообразователи, должны сами обеспечить себя местом накопления ТКО. Проблем, может быть, и не было бы, если бы здешние дома обслуживала управляющая компания или ТСЖ. Старенькие двухэтажки обслуживают себя сами. Вряд ли их жители готовы к дополнительным затратам. Вот масштабы бедствия представляют себе вполне реалистично. Ну, вообще, не только сдача. И с тех домов вот оттуда привозят. Отовсюду. Сколько раз видела, машины подъезжают, бросают, в мешках привозят. Всяко. Если баков не будет, то здесь помойка будет. Между тем, в связи с привлечением дополнительной рабочей силы, себестоимость рейсов на эту мусорную площадку у рекоператора подскочила вверх. Сколько еще времени спецобслуживание Центральное сможет заниматься такой благотворительностью по конкретному адресу, неизвестно. Далее в выпуске. Какую роль в жизни частного сектора Бийска может сыграть зола? Есть еще один нюанс в реализации мусорной реформы в Бийске. Метеорологический. Зимы у нас долгие, холодные. До стопроцентной газификации частного сектора еще не один год. Вот и топимся по дедовски дровами да углем. А золу все туда же, в общую емкость мусоровоза. И не важно, что горячее. И вот тут-то самое время администрации задуматься, как говорится, наперед. Летом о санях. А подвох в том, что региональный оператор законодательно имеет право не принимать золу от бийчан. Зола относится к повышенному классу опасности отходов. А региональный оператор занимается обращением безопасных, четвертого и пятых классов. Сегиональный оператор идет на это самое. Да и полигон принимает. Вопрос только в том, ну человек, вот понимаете, не знаю, как это правильно сказать, ну выстави золу на улицу, пусть она остынет и сыпь ее в контейнер. Никто же не скажет ни слова. Но если ты вот прям только из печки выгреб и тут же высыпал в контейнер, ну извините, тут от угля-то хоть что загорится. Да мы это всю зиму возили. Золу и все остальное. И как бы, ну, на сегодняшний момент, как бы, я думаю, ситуация выровнялась и усугублять. Ну, это должна, как бы, по большому счету думать администрация, не мы, если они хотят, чтобы не было, да, там, волнения и всего остального. Ну, надо заранее думать, а не как у нас, пока гром не грянул, там, мужик не перекрестился. Так и здесь получается. Получается, что принимают золу до первой серьезной проверки. Если грянет гром, частный сектор Бийска будет завален отвалами отходов отопления. Нерадужная перспектива для Наукограда. Впрочем, время еще есть. Хватит ли в бюджете резервных средств для встречи очередного отопительного сезона? И если уже сегодня не задуматься о будущем, несанкционированные свалки, окружившие Бийск со всех сторон, так и останутся нелицеприятной достопримечательностью города, основанного по личному указу Петра Великого. Мы вот сейчас разобрались, то есть в процессе, то есть те свалки, которые сегодня город убирает за свои, они образовались не со времени начала работы рекоператора. Вот, поэтому, я думаю, вы тоже не раз участвовали в этих уборках, и видим, что там мусор лежал годами, где-то вглубь проникал и так далее. Поэтому мы прекрасно понимаем, что ответственность лежит на всех. И на управляшках, и на ССЖ, и на жителях, и на администрации. По поводу свалок, это, я вам скажу, отдельный разговор, и про это надо совместно с администрацией отдельно разговаривать, потому что там эти свалки, они десятилетия, мне кажется, лежат. Свежего-то там нету, там старое, потому что я разговаривал с активистами, да, с определенными, он говорит, я поехал, когда обвиняли нас в том, что мы везем наши мусоровозы, едут в лес и вываливают. Я, говорит, специально сел на машину, проехал и посмотрел. Там, говорит, свалки, в основном строительный мусор, и, говорит, уже там чуть ли не травой заросшие. Ну, есть, да, есть без этого. Опять же, это все от нашего менталитета, они же просто так не берутся откуда-то, с неба не падают свалки. С неба не падают, а сбрасываются пришедшими, либо приехавшими горожанами. Вот и скапливаются, и отравляют, и экологию, и настроение. Ведь что может быть проще всего пенять на кого-то, чем приучить себя бросить мусор в контейнер, а не мимо? Понять, что с глаз долой не всегда из сердца вон. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Субтитры создавал DimaTorzok